Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. Чуть больше недели остается до старта девятого сезона КХЛ. Естественно, мы сегодня поговорим о том, как Сверсталь готовится к этому сезону. В гостях главный тренер Александр Гулявцев. Александр Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну так как готовитесь? Рассказывайте. Ну я считаю, что подготовка у нас сезона идет очень плодотворно. Мы прошли очень хороший сбор в Сочи, так скажем, такой нагрузочный сбор. Дали хорошие физические нагрузки ребятам. Ну и сразу же после сбора провели турнир. Так скажем, определились где-то и с народом, с игроками после этого турнира. Ну и в большей части, в большей степени мы проверили игроков всех, прокрутили народ. То есть задача была на турнир нисколько результат. Хотя и в каждой игре мы ставили задачу играть на победу. Но тем не менее, задача была посмотреть ребят, всех причем. То есть, так скажем, у нас в двух играх только был основной состав, можно сказать. А в основном играли все. Это вы говорите про кубок? Да, совершенно верно. Ну, вот пока так. Сейчас вот мы приехали, небольшую передышку сделали. Сейчас будем готовиться к турниру в Санкт-Петербурге. Который уже в нем примет участие, так скажем, основной состав. Который уже начнет чемпионат. Вы уже определились по кандидатурам, с кем вы распрощаетесь. Потому что после того, как было пятое место. Вообще, кстати, пятое место для вас показатель, повод расстроиться? Ну, знаете, исходя из игр, давайте мы результатом понятен всегда. Что пятое место не есть хорошо. Но, еще раз говорю, мы должны были за этот турнир определиться с теми игроками, с кем мы вступим в чемпионат. Определились? Вы тогда сказали, что... В большей степени, да. В большей степени, еще у нас немножко есть времени. Но я сейчас, конечно, не буду называть на 100%. Но у нас еще есть немножко времени. Но скажу, что в большей степени, да. Но скажу и положительные моменты, что именно качество игры, отдельное качество игры, на которую мы ставили акценты, допустим, на оборонительных действиях. То есть прогресс очевиден, есть. Но, к сожалению, немного хромала реализация. Но дай бог, что она у нас стрельнет в чемпионате. Но вы вообще в этот раз поехали в Сочи. Раньше команда ездила за границу. Не сказывается ли проведение сборов у нас здесь в России, на международных? Ну, знаете, мы, когда я приехал в этом году, то есть команда ездила два сезона в Сочи. И меня убедили, что все отлично. В принципе, ничего в этом особенного нет. Но именно нынешний сезон, видите, какой аномальный, так скажем. Было очень жарко. В этом плане не очень комфортно было. Да, по сравнению с теми же сборами, когда проводишься в Финляндии, где более северные страны, где там климат более благоприятный. То есть нам приходилось немного варьировать тренировочный процесс. То есть где-то уходить с улицы в залы. Хотя желательно было поработать на улице, на свежем воздухе. Но, тем не менее, ту работу, которую мы запланировали, мы и провели. Все ребята молодцы, потерпели. Справились с этим. И нагрузка была, и вот эта жара. И было тяжело, видны. Но они потерпели. Молодцы. То есть я думаю, эта работа прошла не зря. В целом, команда, которая была сформирована, и вообще, которая вам досталась. И из которой было, и из кого выбирать. То есть большую ли вам дали возможность определиться с лучшим составом, с тем, с которым мы пойдем в чемпионат. Ну, знаете, так скажем, много игроков. Много игроков осталось еще на контрактах с того сезона. Но, да, тот сезон там был не очень, так скажем, не очень, был неудачным для Северстали. Хотя и как бывший игрок Северстали, и вообще, зная команду Северстали, что проблем раньше с попаданием в плей-офф у команды не было. То есть это было, так скажем, на раз-два. Но, тем не менее, ребята достаточно все, кто остались. Они все играющие. Особенно там первое, второе звено. Так скажем, можно с ними работать, они могут выполнять, могут добиваться. Так что, почему нет? Ну, вам, тренеру, который первый раз в КХЛ, то есть начинает первый год работы в КХЛ, нужно ли доказывать именно той команде и тем старичкам, которые уже заработали свой авторитет? И приходилось ли вам доказывать, что вы опытнее, грамотнее? Не, ну, знаете, как бы в любом деле, когда ты за что-то берешь, нужно что-то доказывать. Будучи ли ты игрок, будучи ли ты тренер. То есть доказывать, это только доказывать работать. То есть авторитет, это уже, знаете, он в процессе и появляется, если работа идет качественная, соответственно. Ну, конечно, то есть как спортсмен, как и в будущем, и в прошлом игрок, всегда нужно что-то доказывать. То есть прежде всего самому себе. А потом уже это оценят другие. Ты должен доказать себе, что ты можешь, что ты справишься, что это для тебя очередной этап, который, так скажем, ты взял эту лямку, которую ты должен тянуть. И я не вижу ничего в этом, скажем, какого-то сложного. Да, ну, так скажем, сложного. То есть нужно просто делать ту работу. То есть, так сказать, в этой профессии я не новичок. Работа тренера, она одинаковая, просто уровень, конечно, здесь повыше, выше, так скажем. И, соответственно, нужно требовательность повышать и к своей работе, и, так скажем, к игрокам. Руководство клуба уже поставило задачу на этот сезон? Ну, исходя из той ситуации, в которую попала команда, я думаю, на начальном этапе у нас будет... Не будет, а мы уже это обговариваем, и под эту задачу уже были заданы вопросы, что зачем тогда начинать работать, если ставить какую-то другую задачу, как минимум не попадание в плей-офф. То есть попадание в плей-офф. Так что задача эта первоначальная, она прежде всего и для меня. Не надо руководству даже ставить эту задачу. Мне и так все понятно. То есть первоначальная задача это попасть в плей-офф, а там уже, так скажем, аппетит поднимется. Во время игры. Да, во время игры, не еды, а игры. Да, да, да. Вот, и уже... Ну, иначе другого выхода я не вижу. Вам еще нужно будет доказать то, что Северсталь — это команда, это успешная команда, еще и болельщикам. Потому что, на самом деле, прошлый сезон их сильно расстроил, и были даже пустые трибуны, не совсем пустые, но тем не менее. Что нацелено... Какие будут мероприятия вот в этом направлении? Как будете работать с болельщиками? Что ждете от них на играх? Ну, знаете, прежде всего, да, правильно вы сказали, то есть мы прежде всего играем для болельщика. Болельщику, болельщику, конечно, так скажем, ну, нужно хлеба и зрелищ. Они должны именно приходить, получать удовольствие. И должны получать удовольствие не только, так скажем, от результата, они должны получать удовольствие от игры. Ну, и в свою очередь, наверное, у нас еще пока это не обговаривалось, я думаю, наверное, у нас будут какие-то там тоже заводилы в команде или прочее, что болельщик с каждой новой игрой стремился попасть на хоккей. Ну, в свою очередь, хочу сказать, что мы пытаемся сейчас наладить такой микроклимат, атмосферу в команде, именно коллектива, чтобы у нас команда билась в каждом матче. И я думаю, зритель оценит, даже если при отрицательном результате на табло, если команда хотя бы, чтобы этого поменьше было, но при отрицательном результате на табло, если команда ложится костьми, я думаю, ни один болельщик ее не осудит. У вас еще свободна вакансия легионера. Какую позицию предполагаете закрыть? Ну, у нас, соответственно, две позиции. Либо это защитник, либо нападающий. Но больше мы, наверное, будем присматриваться именно к персоне нападающего. Вот. Так что, но пока мы думаем. Пока думаем. То есть, варианты есть. Варианты есть. Тут тоже иностранец не всегда, знаете, так скажем, если он приехал в Россию, он должен быть как минимум на полголовы сильнее наших игроков, чтобы, так скажем, кушал свой хлеб честно. Иностранец не всегда спасение в команде. Совершенно верно. То есть, иногда бывает, что, да, распиаренный игрок, он приезжает, а потом не знаешь, как и от него избавиться. Кстати, вот на голову выше. В команде 12 нападающих ростом нише 181 сантиметра. Причем, это не, это все первые тройки, за исключением, ну, Евгения Монса. Но в современном хокке, конечно, сейчас берут и ростом, и габаритами. Ну, пусть берут, ростом и габаритами. А чем он не устраивает? У нас, Дима Кагарлицкий за 30 очков набирает, Юра Трубачев 25 очков набирает за сезон. То есть, не в росте дело здесь? В голове дело, мне кажется. Можно быть же, знаете, чем громче шкаф, тем громче падает. Чем больше шкаф, тем громче падает. Так что, я в этом не вижу никакой причины. То есть, абсолютно. Вы выработали какую-то стратегию руководства команды? Это будет, вот как говорят, советская школа хоккея, или вот современная какая-то школа хоккея, или есть школа гулявцевая школа? Да нет, ну вы понимаете, это все равно как бы охота идти более современными путями. Ну, я уже с ребятами обговаривал, что идти где-то современными методами, но и не, так скажем, не закапывать их талант за счет каких-то своих методов. То есть, должно быть скупе, чтобы бывают, что есть, практикуют какой-то, допустим, какой-то хоккей, который, ну, нужно же посмотреть, какие по подбору у тебя игроки. либо это силовые форварды, либо это, так скажем, игровые форварды. Ну, вообще, не только форварды. защитники, есть такую же, есть оборонительную. То есть, в это в скупе делается команда. то есть, нужно вот именно подобрать, да, нужно гнуть свою линию, то есть, требовательность, но, еще раз скажу, не закапывать талант игрока. Инициатива не наказывается игроков. Ну, умеренно. Наверное, да. То есть, играя в КХЛ, я думаю, я не должен в зоне атаки их учить забивать голы. Да. Как сказал один великий тренер, я вас могу только до середины зоны научить, а дальше, извините, вы мастера спорта. Сами тоже любите играть. Давайте поначалу, когда начинаем, когда играем дома, какие будут игры, как все складывается? Ну, мы начинаем 23-го числа стартуем в Уфе. 23-го августа. 23-го августа, да, совершенно верно. То есть, и потом у нас серия из 5-ти матчей. Мы из 5-ти матчей, начиная с 25-го числа, 25-27-го, 29-го, 1-го и 3-го. 5 матчей, домашняя серия. То есть, соперники хорошие. Всегда, чтобы быть лучшим, нужно играть с лучшими. Так что, я думаю, будет интересно. Как вы считаете, домашняя серия, она вам поможет как-то или наоборот? Вы знаете, это спорт, это хоккей, тут говорить, поможет то или иное. Нужно выходить, просто делать свое дело, так скажем, честно, честно, с отдачей и результат не заставить себя ждать. если мы будем гадать, поможет, не поможет, это поможет, то поможет. Нет, нужно выходить, каждый матч, работать, играть на победу, и еще раз говорю, не заставить результат себя ждать. А играть команда умеет. По турниру, на который сейчас поедете вы, что это за турнир и что от него ждете? Это турнир традиционный уже. Он, это контрольный турнир, скажем, перед началом уже чемпионата. Именно, чтобы команда была в тонусе, команда была в тонусе, в тонусе, еще так называемые спарринги провести, то есть уже посмотреть конкретно, что нам нужно еще внести, потому что идеально хорошо никогда не бывает какие-нибудь коррективы в тактические или какие-нибудь действия. Но, опять же, еще раз проверим игроков, проверим игроков, кто как в той или иной ситуации терпит, терпит, ведет себя, вы еще 24-го готовите сюрприз для болельщиков, 21-го, 21-го сюрприз для болельщиков, что это такое будет? Вообще, для всего города, я так помню. Да, это будет праздник хоккея Северсталис Фэмили называется, он состоится около Ледового дворца. Праздник хоккея, всякие развлечения, подарки, фотосессии и прочие такие мероприятия проходящие начнутся в 4 часа и будет еще приглашена главный гость, это группа Парк Горького, которая будет выступать. То есть, мы сможем увидеть команду в полном составе? Две команды, и команда молодежная Алмаз, и команда Северсталь, главная команда, так что, доступности можно будет фотографироваться? добро пожаловать, всех ждем, всех. Так, 21-го? 21-го в 4 часа около Ледового дворца. Александр Вячеславович, желаю вам удачи, удачи, во-первых, в этом турнире, ну и, конечно же, удачи в сезоне. Приходите к нам в гости, спасибо. Спасибо. Это была программа Перекресток, мы говорили о сезоне КХЛ и 9-м сезоне КХЛ, ну что ж, посмотрим, как наша команда сыграет. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова